Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня покажу вам свои очередные покупки. Начну я, пожалуй, со своей самой долгожданной покупки. Очень я хотела эту вещь, вернее вещи. Купила я себе кроссовки. Купила от марки New Balance. Хотела именно этой марки. Очень мне нравятся их кроссовки. Купила не совсем то, что хотела. Потому что, как оказалось, коллекция обуви данной марки обновляется каждые полгода. И пока я думала, того цвета кроссовки, который я хотела, хотела небесно-голубые, они уже вышли из продажи. Но я купила не менее интересные, на мой взгляд. Они мне очень хорошо подходят на весенний-летний период. Поэтому буду с удовольствием носить. Вот такая фирменная коробка. Видите? Изображен вот такой кроссовочек. Фирменная буква label N. Далее открываем. Здесь памятка вложена. Основные принципы ухода за обувью. Также я сохранила кастовый чек. И сейчас вам покажу непосредственно сами кроссовочки. Я выбрала в итоге вот такие. Мне кажется, такой универсальный цвет. То есть я покупала под джинсовую куртку, под джинсы. Джинсы в основном ношу я сейчас вот такие вот темные, более не голубые. И здесь вот такая вот лиловая, светло-фиолетовая буква N в белой окантовке. Также кроссовки выполнены из материала. Это микрофибра. Покажу вам поближе. Выглядят они вот так. Здесь имеется сетка. Ноги будут дышать. Подошвы вот такие. И сбоку вот так. Также шнурки. Можно шнуровать досюда, можно досюда. Вот такие симпатичные тоже. Милые задники здесь. Удобные кроссовки. И я спросила у продавца-консультанта. Я хотела именно кроссовки для прогулок. В которых я смогу гулять. Например, мы живем, рассказывала уже, на берегу Невы. Я с удовольствием буду в них прогуливаться вечерами. Например, дышать воздухом. Я хочу, чтобы у меня не уставали ноги. Потому что, к сожалению, у меня есть опыт покупки кроссовок, которые мне чисто визуально нравятся. Но они именно на тренировочный эффект нацелены. Поэтому после них устают ноги. С этими кроссовками не должно этого произойти. И сейчас покажу вам стельку. Стелька вот такая тоже светло-фиолетового цвета, лавандового. Здесь тоже лейбл. И вот такие вот отверстия по всей стельке. Соответственно, тут тоже сетка. Поэтому ноги не должны потеть. Они должны дышать. Вот. И здесь тоже написано предупреждение, чтобы не стирать изделие в машинке. Вот. Но продавец мне сказал, что вот этот материал микрофибра, он должен хорошо чиститься просто салфетками. Либо губочкой, смоченной просто вот в воде. Без всяких добавок и моющих средств. И также на язычке здесь тоже вот такой вот лейбл. Вот. В общем, такие кроссовочки. Они очень-очень легкие. Просто как пушинки невесомые. И по размеру. Так. Вот еще раз покажу вам. Подошву. Вот такой протектор. Это у меня 37 размер. Они довольно вот компактные. И я специально измерила длину своей стопы. Стопа у меня примерно 22,5-23 см. Насколько мне точно удалось ее измерить. В общем, я приобрела 37. Хотя в основном сейчас всю обувь я на такую вот длину стопы покупаю себе 38, а бывает и 39. Потому что я люблю, чтобы мне нигде ничего не сдавливало, не сжимало. В общем, стараюсь посвободнее. В общем, такая вот покупка. И за покупку обуви мне в магазине New Balance дали карту на скидку. Карту постоянного покупателя. Вот такая вот карта. Она накопительная. Бонусные баллы копятся на ней. И ее можно также использовать еще вот в таких вот отделах. Это Timberland. Это Marco Polo. Aldo. Ну и New Balance тоже соответственно. Вот. В общем, покупкой я очень-очень довольна. Сейчас классная погода. Буду, в общем, гулять с удовольствием. Просто супер. И теперь давайте расскажу вам о своих не менее классных, удачных покупках по седьмому каталогу Avon. Первое, что вам покажу, это не менее популярный продукт среди бьюти-блогеров. Это щетка для волос. Tangle Teaser. Я знаю, что есть и скептические мнения на этот щет, да, что у Avon не может быть там оригинальной щетки. Вот все такое. Нет, щетка на самом деле оригинальная. Она пришла вот в такой коробке в пластиковом боксе. Точно таком же, как продаются оригинальные щетки, расчески. Вот написано Tangle Teaser Original. Здесь все написано, все указано. Абсолютно. Вот такой же, видите, оригинальный штрих-код товара. Также здесь вложена такая инструкция. Написано Tangle Teaser London. Вот, то есть, в общем, такая вот упаковочка. И почему я решилась ее все-таки купить? Потому что в каталоге была отличная цена, 590 рублей. И я, естественно, ну, подумала, конечно, почитала отзывы, тоже посмотрела обзоры. В общем, купила. Потому что эту расческу тоже многие девушки хвалили, что она подходит и для непослушных, и для кудрявых волос. И также, что ей можно расчесывать мокрые волосы. Я уже пробовала. И что эта щетка, она очень хорошо расчесывает волосы. И волосы она не вытирает, что способствует уменьшению количества выпадаемых волос. То есть, не как обычные расчески, да, выдирают. И плюс еще за счет того, что у нее вот такие вот гибкие массажные вот эти вот пальчики, она дает очень хороший массаж кожи головы. Известно, что массаж кожи головы, он стимулирует рост новых волос, как бы, и препятствует выпадению волос. Ну, в общем, полезная штука, вещь нужная. Я ее купила. Потому что смотрела в отделе в Миге у нас в Петербурге такие расчески по полторы тысячи. Конечно, я не сумасшедшая, за полторы тысячи я расческу себе не пойду и не куплю. Но вот такое вот милое розовое чудо. И еще я взяла даже в первую очередь ради массажа, как бы. Ну, и тоже было все-таки любопытно попробовать, что это такое за инновация, за такой интересный гаджет для волос. Вот. Вот так вот здесь выбита тоже напись. Так она выглядит сбоку. И вот разные длины у нее, разные высоты. Вот, как вы можете видеть, вот такие вот гибкие пальчики. Вот. И давайте я вам продемонстрирую. Вот волосы у меня перепутанные, в принципе. Видите, я спокойно их расчесываю, хотя у меня непослушные, как бы, да, кудрявые волосы. И вот, как мы можем видеть, действительно ни одной волосинки у меня не выпало. Вот. Ну, не буду, как бы, долго вам, конечно, показывать. Я уже специально на мокрых волосах ее протестировала. Действительно, на самом деле волос выпадает гораздо меньше, чем нежели при расчесывании обычной расческой. В общем, я очень довольна. Если вы еще увидите у Эйвен эти продукты, то я вам смело рекомендую за такую цену. Просто шикарная, нужная вещь. И подойдет. И у кого длинные волосы, у кого короткие, у кого прямые. Поэтому просто супер. Дальше. Очень мне понравилось. Я вам уже показывала. В прошлый раз я приобретала новинку. Это вот такой вот уход для ног из серии Foodworks. Ананасовый сорбет называется. Я уже говорила, что по аромату он мне напоминает аромат коктейля Пинаколада. Очень я люблю. Поэтому купила я сразу пять спреев. Одним я сейчас пользуюсь, который в первый раз купила. И сейчас купила по седьмому каталогу пять. Потому что была акция. Можно купить три предмета любых на выбор за 229 рублей. Но это просто смешная цена для такого супер средства. Мало того, что он прекрасно пахнет. Он очень хорошо снимает усталость. Охлаждает ножки. Запах просто классный, приятный. Очень долго держится. И он мгновенно впитывается. То есть вы можете его нанести, попшикать. И тут же одевать носочки или тапки. Или просто ложиться спать, накрываться одеялом. То есть супер-супер, очень классное средство. Я вам его рекомендую. Из того, что у меня были. А я очень люблю вот такие вот продукты в Эйвен. Из того, что были. Мне кажется, это самое удачное. С самым приятным запахом и эффектом. И также из этой же серии. Лосьон я не стала брать для ног у меня. Есть один, мне хватит. Я больше люблю спреи. Я взяла еще второй. Вот у меня один есть. Взяла второй в запас. Ананасовый сорбет скраб для ножек. Он такой желтенький. Вот. Относительно жидковатый. Но все-таки погуще, чем с макадамией. В общем, в целом, тоже я довольна. Очень приятный тоже аромат. Далее. Взяла очень хорошие отзывы на вот такое вот средство. Стайлинг. Термозащита. У меня есть утюжки. Но я еще не пробовала ничего с ними делать. Выпрямлять волосы. Решила приобрести. У меня есть крем термозащита. Вот Фаберлик. Но его нужно, как я поняла, наносить на влажные волосы. И специально делать укладку. А вот это средство, спрей, можно даже и не на только вымытые волосы. Вот на сухие, например, на такие, как у меня сейчас. Нанести вот этот вот спрей. Стайлинг. И уже приступать к укладке. То есть можно это делать в любое время, когда мне захочется. Для этого мне не нужно будет специально помыть голову. В общем, 100 мл здесь. Очень тоже хвалят это средство. Далее. Заказала я новинку. Из серии люкс. Это появляются ухаживающие бальзамы для губ. Вот такой вот очень красивый, шикарный флакон. Ну, флакон как... Или как это? Упаковка. Футляр. Футлярчик. Как у помады. Люкс абсолютно один в один. И я приобрела бальзам из трех существующих. Я приобрела в оттенке rose tint. Розового цвета. Сейчас у меня этот бальзам на губах. На мой пигмент губ. Видите, какой цвет получился. На самом деле, вот он. Вот такого цвета. Может показаться, что он яркий. Но на самом деле нет. Он вообще прозрачный. Едва-едва заметный оттенок. Видите? Вот такой вот он. Просто влажный блеск дает. Вот и легкий-легкий оттенок. Но на свой пигмент получается очень классно. Очень приятный аромат таких конфет каких-то. Классный. Привкуса не имеет никакого. Очень хорошее средство. Тоже я вам его могу смело рекомендовать. Вот. И если мне не изменяет память, то по-моему даже солнцезащитный фильтр содержится в этом бальзаме. Но утверждать не буду. На всякий случай. В общем, понравился. Дальше. Не скажу я вам, что о следующем средстве. Приобрела, смотрела обзоры других девочек. Восторженные отзывы были вот об этом средстве. Это Perfect Eyebrow Kit. Это набор для моделирования бровей. Вот в такой вот упаковке, как палетка теней. Картонная коробочка. У меня в оттенке Soft Brown. Это темный. Якобы. Сейчас я вам покажу. Здесь зеркало большое во весь вот размер. В такой вот пленочке находилась кисточка. Кисточка вот такая вот двусторонняя. Но она очень-очень жесткая. Как будто это, я не знаю, усы моржа какого-то или еще что-то. Она просто вот так вот царапает кожу. И что мы здесь видим? Видим вот это вот белое. Это воск. И вот это темное. Это тени. Но на самом деле они не такие темные, как вот кажутся. Сейчас я вам покажу на пальце. На самом деле, вот. Хорошо, что они не отдают в рыжину. Это меня радует. Сейчас покажу. Вот они вот так вот переносятся. Видите, практически никак не переносятся. В общем, нам нужно сделать что? Вот этим воском форму брови смоделировать. И потом другой стороной кисточки нанести вот эти тени. Скажу, что я не поняла восторженных отзывов об этом средстве. У кого свои хорошие, там, длинные, роскошные, мохнатые, густые брови, да, вы подчеркиваете изгиб, красоту, форму своих бровей. И потом как бы забиваете туда вот эти тени. И как бы насыщаете, да, пигмент бровей. Но если у вас такая проблема с бровями, как у меня, а у меня вследствие моего постоянного выдирания, выщипывания бровей, как бы брови свои практически отсутствуют. То есть мне нужно им самой придавать форму как бы постоянно, да. Я ее, в общем, рисую. Я не просто вот как бы, а именно моделирую брови. Вот. То есть мне это средство не понравилось. Для меня оно бесполезное. То есть для меня пока лучше карандаша моего от Эва Мозаик, которым я пользуюсь, да, серо-черным. Для меня ничего лучше пока нет. В общем, бесполезно выброшенные деньги. Хорошо, что заплатила, по-моему, порядка 209, что ли. Ну, в общем, попробую, может быть, смешаю эти тени с этим воском и вместе сразу буду делать. И кисть, конечно, нужно поменять обязательно. Вот. Далее. Также спорные у меня, спорные такие вот эмоции вызвала новинка. Заказала я, была сумочка. Ну, сумочка, думаю, уже все, как бы я из этого возраста вышла, естественно. Захотелось вот такой вот, сейчас вам показываю, вроде когда такой интересный кошелечек. Во-первых, видите, он такой жестко каркасный. То есть он такой, как бы, как картон, ну, картон это, наверное, да, молния открывается очень так вот. Тяжело, видите, если я вам покажу, если ее вести, она упирается. То есть этого быть не должно, по сути. То есть, чтобы открыть кошелек, надо хорошо постараться это сделать, потрудиться. То есть, не знаю, попробую, может быть, там, воском смазать или что-то сделать. В общем, открываем кошелек, а там вот. Тут такая подкладка синтетическая и все. И, в общем, по бокам, видимо, картонные вот стенки. Все. Специально приготовила купюру, чтобы показать вам. Видите, какого размера. То есть, никакую купюру вы не положите. Сейчас давайте попробуем. Сложу ее пополам. Ну, вот пополам она туда зашла. То есть, вот в таком виде. Либо под мелочь, либо складывать деньги пополам и носить с собой. Ну, в общем, тоже 200 с чем-то рублей. Но, честно вам могу сказать, не рекомендую в покупке. Так, дальше. Заказала я новинку. Опять бижутерию, конечно же. Заказала две пары сережек. Это пусеты кремового и серого цвета. Здесь инструкция на разных языках. Коробочка вот такая с бархатной подложкой. И две пары сережек. Ну, показывать, наверное, доставать не имеет смысла. Я как бы так вот расстегну. Вот они вот такие. То есть, маленьким шариком надеваете вперед и большим за ушко. Вот. У меня не было таких оттенков сережек. И я с удовольствием их приобрела. Очень хорошая цена. И были еще в других цветах. Были розовые и лиловые, по-моему. Вот. Но розовые я жду из Китая. Поэтому не стала брать. В общем, купила эти. Этими очень довольна. Хорошие, крупные вот эти вот бусины. В общем, мне понравились. Очень хорошее тоже качество. Классные серьги. Эту покупку я вам рекомендую. В общем, эти сережки. Если вам такие нравятся, то можете смело покупать. Дальше купила я новинку. Новинку в разделе для маникюра продукты. Купила две упаковочки вот такой вот фольги для дизайна ногтей. Так. Сейчас я покажу вам вторую. Я взяла и золотую, и серебряную такую. Серебряная она как голографическая. Вот золотая фольга. Очень красивая. И я обожаю вот такой вот голографический эффект, цвет. Вот такая. В общем, вот такие вот две баночки с фольгой. В каждой ленте 10 метров. Цена хорошая. Там тоже можно было выбрать два за 189 или еще как-то так. В общем, я выбрала. И как нужно пользоваться этой фольгой. Я еще не пробовала, честно говоря. Но здесь в целом все понятно. Нужно накрасить ногти любимым лаком. Любым, да, каким вы хотите. Далее, пока лак еще не высох, прислонить цветной стороной фольгу. Надо вот так вот прижать ноготь. Фольгу вот так поделать. И потом вы снимаете фольгу, и у вас будет цвет вот этот вот нанесен. И потом покрываете сверху прозрачным топом, либо сушкой. Вот. В общем, вот такая фольга. Давно я такую хотела. И как раз увидела, в общем, с удовольствием купила. Также для ногтей еще по хорошей цене. Я приобрела недостающий мне оттенок лака. Гель финиш. Очень мне нравятся эти лаки. Вот в таком вот оттенке. Если я не ошибаюсь, по-моему, то ли нелесомость, то ли как-то так вот он называется. Это вот такой вот абсолютно нюдовый лак. Буду его использовать в качестве подложки для стемпинга. Вот. Очень классно на нем делать такие узоры. А-ля Louis Vuitton. В общем, вот такого вот плана. Разные узоры. Допустим, вот такая подложка. Или как бёрбери. Вот такие клетки. В общем, ну... В общем, вот такой вот нюдовый лак. И чем мне нравятся именно эти лаки гель финиш? Тем, что они очень быстро сохнут. Они не требуют основы, базы для нанесения. Вы можете их смело наносить на голые ногти. Без базы. Очень быстро сохнут. Можно, в принципе, добиться идеального нанесения в один слой. Если это не светлые лаки. Сохнут быстро. И дают эффект гелевого покрытия. Ну, я всё равно стараюсь всегда сушкой покрывать. Хотя они этого и не требуют. В принципе. Ну, я для надёжности, чтобы дольше маникюр держался, всё-таки покрываю топом. Далее. На распродаже купила уже полюбившийся мне очередной лак. Блеск для губ совершенства. В оттенке Tender Pink. Выглядит он вот так. В принципе, он похож на полоски на моей кофточке. Вот такого вот оттенка он будет. Буду им пользоваться летом с удовольствием. Сейчас, простите, открывать не буду. Но цвет с каталожным совпадает. Он вот такой вот яркий, красивый оттенок. Сочный. Tender Pink. Я просто не помню. Может быть, у меня такой уже один и есть. Поэтому на всякий случай открывать второй не буду. Также на распродаже приобрела я лимитку. У Елены Снегирёвой. Видела как-то в обзоре. Она очень хвалила эту водичку. Ей понравилась. И я тоже себе хотела. Но она не во всех каталогах бывает. А здесь она по хорошей стоимости мне попалась. В общем, я её купила. 50 мл. С удовольствием взяла. Вот. Сейчас я вам не скажу, какие нотки у этого аромата. Но я обязательно найду в интернете. И вот сюда вам обязательно напишу пирамидку. Вот какие базовые нотки. Начальные. И ноты сердца. Вот. И называется это водичка. Пюрбланка Блаш. Или Пюрбланка Блаш. В общем, кто как говорит. Если я не ошибаюсь, по-моему, существует, по-моему, 4 варианта этой туалетной воды. Это туалетная вода. 50 мл. В общем, но по описанию, по ароматам, по пирамидам, действительно, я белую тестировала однажды. И потом покупала пробники ещё двух. Вот сейчас вышла последняя у них Пюрбланка Чарм. Да? Она мне не понравилась абсолютно. Вот это вот очень классная. Действительно, такая она цветочная. Но цветы очень приятные. Это именно цветочная вода. Фруктов тут, наверное, нет. Ну, мне вот эти цветы нравятся. Она реально такая вот весенняя. Весенняя, жизнерадостная. В общем, я покупкой довольна. И это лимитированная. То есть коллекция. Это сезонный выпуск был. Вот, срок годности у неё 3 года. Поэтому я думаю, что использую. Вот. Также. Купила я новинку. Очень долго ждала. Просто. У девочек в обзорах смотрела, которые могут покупать вперёд на два каталога. Есть такие некоторые зоны территории Российской Федерации, которые покупают вперёд. Поэтому очень я смотрела и завидовала, что они уже могут покупать. Это вот такая вот парфюмерная вода. Avon La Clavie. Это обновлённый аромат. Очень полюбившийся мне парфюмерной воды Avon La Clavie. Про Avon La Clavie у меня есть отдельное видео. Ссылочку сейчас поставлю. Если не видели, переходите, смотрите. Я просто влюблена в этот аромат. Очень часто им пользуюсь. Мне он безумно нравится. Это просто на 100% мой аромат. Вот. Скажу я вам, что вот этот аромат, видите, он розовый. Водичка розового цвета. А Avon La Clavie, он такой цвета шампанского, искристого такого. Этот он нежно-нежно-розовый. Вот. Флакон такой же абсолютно, какой первого аромата. Только написано вот «Лови» и другого цвета. И коробочка отличается тоже. Видите, такая нежно-кремово-розовая коробочка. И что сказано об аромате. Попробую этот аромат, вдохновленный роскошью. Ощути бодрость с невероятным миксом клубники, ландыша и кремовыми нотками кедра. То есть это фруктово-древесная вода. Вот так вот. Даже фруктово-цветочно-древесная. Что скажу об аромате. Вот тоже у девочек многих спрашивала. И мне писали, что клубника-клубника. Прям как клубничным соком захлебываюсь. Нет, я ничего такого подобного не чувствую. Для меня в целом вот он пахнет именно как цветочный аромат, я ощущаю. Ну, аромат в целом приятный. Конечно, скажу вам больше честно, что ожидала я большего. Немножечко я так как бы разочаровалась. Но в целом буду пользоваться. То есть вернуть, например, мне данную покупку не хочется. То есть я буду пользоваться. Вот, довольна. Вот, и здесь еще под крышечкой в коробке есть вот такой вот номер. Это лотерея. Можно на сайте. На сайте AVENLUG. Лови, по-моему. В общем, зарегистрировать этот код. И выиграть приз до 30 июня. В общем, буду участвовать. Вот, и на этом все. Все мои покупки закончены. Есть у меня еще вот такой вот пакетик. Симпатичный, с бабочками. Это новые пакетики, видимо, появились. В общем, такой вот симпатичный, красивый, жизнерадостный весенний. Вот, на этом все. Спасибо, мои дорогие, большое, что посмотрели мой обзор. Я надеюсь, что информация будет для вас полезной. Если вам обзор понравился, то ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И подписывайтесь на мой канал. Подписка бесплатная. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.